МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В ближайшие 40 минут о наиболее заметных новостях уходящих 7 дней. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. Меньше 8 недель осталось до 1 сентября, а стройка для погорельцев до сих пор буксует. Очередная поездка Виктора Зимина в пострадавшие районы стала поводом для новых поручений правительству. На помощь властей надеются и в Абазе. Из-за больших финансовых проблем там отключают свет в учреждениях культуры и останавливают общественный транспорт. Необъяснимая жестокость будет наказана по букве закона. В Абакане арестовали водителя, избившего до смерти пешехода. Почему прибавка к пенсии для тех, кто работает, станет меньше, разъяснит эксперт программы из пенсионного фонда. Все на старт. Чиновники Таштыбского района заранее проверили, готовы ли они к труду и обороне. В следующем году сдача норм ГТО будет обязательной. В строительстве домов для погорельцев начался обратный отсчет. 8 недель осталось до 1 сентября, когда все жилье должно быть готово. Между тем, еще не на всех участках идут работы, так как часть погорельцев продолжает судиться за право на помощь государству. О том, как чиновники ведут борьбу за каждый квадратный метр и чего не хватает строителям на данном этапе, наш материал из Ширинского района. Здесь пили, отрежут и стучат большую часть суток. Новый микрорайон Иткульский, что на въезде в райцентр, растет не по дням, а по часам. Сюда переселят погорельцев, не желающих оставаться на старом месте. Дома из газобетона, и, как утверждают в компании генподрядчики, нужны особые навыки для работы с материалом, поэтому пригласили компания из других регионов. Впрочем, наши рабочие из БИИ не хуже их освоили технологию, ловко укладывают один блок за другим, попутно объясняя конструкцию дома. Состоит из чего? Из монолитного фундамента, с пеноплекса, с блока пеноплекса, с утеплителя наружного, с обшивочного металлического материала, с внутреннего утеплителя, с внутренней отделки. Каждый день проходит и проверяет каждую эту, чтобы согласно всей технологии, согласно проекту. Все соблюдается, и поэтому тут сомнений у населения не должно быть. Газобетон – материал, выгодный во всех отношениях. И дешево, и сердито, и зимой он не даст замерзнуть. А вот основа крыш, вопреки обыкновению, металлическая. Так дороже, но зато надежнее. Мы разработали систему шаблонов. Точная геометрия, без деформации, атмосферная посадка. Также они не гниют, металлические крыши, потому что покрыты оцинковкой. Часть домов строится с опережением на 8 дней. В этих коробках по улице Юности скоро начнется отделка и строительство внутренних коммуникаций. Пока здесь трудно уловить, почему квадратный метр обходится в 40 тысяч рублей. Но в будущем, уверяют строители, это будет достойное жилье. Вот такого размера будет дом для одиноко проживающего человека. На площади в 33 квадратных метра разместятся тамбур, кухня и комната, а также топочная с котлом и санузел. При всех неудобствах маленькой же площади есть один большой плюс. Это жилье будет полностью благоустроенным. Контракты заключили по спискам намного меньше, порядка 50%. И по этим контрактам выдали нам 40% аванса. Но так как мы не можем только по контракту работать, мы заходим работать на все участки сразу, а их в два раза больше. Поэтому, соответственно, финансирования недостаточно. Сейчас тоже решение есть. Решение есть об увеличении финансирования. Просто ждем сейчас с Москвы постановление, на основании которого нам увеличат финансирование. Я думаю, что еще день-два постановление будет, и вопрос будет решаться. Ну, пока держимся, пока настроены работать в полном объеме, не останавливаемся ни на одном из участков. Думаю, что справимся. Чуть позже стало известно, правительство России приняло дополнительное постановление, по которому бюджет выделил деньги на так называемые резервные дома. Они предназначены тем, кто остался без жилья, но по закону не имеет права на новое. Новость озвучил глава Минстроя Хакасии на заседании выездного штаба по строительству. Также там обсудили другую проблему. Строители разогнались, но рискуют остановиться через 4 дня. У них нет денег на покупку инженерных коммуникаций и стройматериалов для внутренней отделки. Минстрой не перечисляет денег, хотя они у республики есть. Деньги у нас есть. Деньги на счетах. Да, мы не все еще получили с Москвы. Но те, которые у нас находятся на счете, они бы могли с большой пользой сегодня участвовать в производстве. Сергей Николаевич, не буду сегодня на совещании говорить о частности. Завтра должны пойти деньги. Договорились? Да. Все. Не только деньги, но и кадры решают многое на стройке. Ряд подрядчиков работает плохо, так как процесс не контролируют инженеры. Их попросту нет. Полномочный представитель главы Константин Цитлидзе от души отчитал строителей. Очень слабые подрядчики. Хочу здесь сказать, каждый день я с ними мучаюсь. Ну да. Если честно. Или вы давайте инженеров нанимайте, подрядчики. Или вас на*** всех побагоняют. Вот поставлю объем, оставлю у тех людей, у которых придут нормально работать будут. Я вас предупреждал уже не раз. На таком пределе нервы у ответственных за стройку людей будут еще долго. Если в Джаникидзевском, Алтайском, Устебаканском районах первые дома обещают сдать к августу, то в Бейском районе и в селе Шира ситуацию надо срочно спасать. Часть домов там до сих пор не узаконена, а значит у них даже нет фундамента. Параллельно с этим власти решают текущие вопросы. Так решено, что жилье Погорельцев будет огорожено не деревянным забором, а сеткой рабицей. К строительству заборов будут привлечены студенты и сотрудники всех министерств и ведомств. Как в старые времена, добрую волю в большом деле никто не отменял. Марина Конодакова, Дмитрий Парахин, Вестихакассия, События недели. На стройках в Шира катастрофически не хватает рабочих рук. На этой неделе Минстрой даже обратился к жителям республики. Подрядчикам необходимы бетонщики, каменщики, кровельщики, отделочники. Зарплату обещают от 25 тысяч рублей и выше. Жить придется в палатках на сельском стадионе, правда с трехразовым питанием за счет работодателя. Наемщик – фирма Черногорск, отдел строй, выступающая генподрядчиком на объекте. В связи с массовой стройкой дефицит людей в отрасли ощущают и фирмы в Абакане. Сейчас крайне сложно найти тех же отделочников. К другим событиям. Компания «Мавр» никак не выберется из долговой ямы. На этой неделе газета «Коммерсант» сообщила, что с иском против крупнейшего агропредприятия Хакасии выступил Банк Москвы. «Мавр» допустил просрочку по двум кредитам и теперь финансовая организация требует взыскать с заложника без малого 1 миллиард рублей. Иск будет рассматриваться в одном из районных судов Красноярска. И отвечать по нему придется не только компании, но и лично ее основателю, депутату Верховного Совета Владимиру Ромашову. Общий же долг предприятия по данным «Коммерсанта» 2 миллиарда 400 миллионов рублей. Кроме Банка Москвы «Мавр» должен Сбербанку, Банку МФК и Юникредитбанку. Есть еще долг перед Федеральной Налоговой Службы 70 миллионов рублей. Однако говорить о полном крахе мясопереработчика нельзя, говорят эксперты. По их мнению, предприятие может вернуться к стабильной работе, учитывая потребность рынка в отечественных продуктах. Что думают по этому поводу в самой компании узнать не удалось. С прошлого года, когда стало известно о проблемах «Мавра», его представители воздерживаются от любых комментариев. О том, что значит стабильная работа крупного предприятия, тем более, если оно городообразующее, хорошо знают в Абазе. Город все сильнее ощущает на себе последствия остановки рудника. В местной казне острая нехватка средств. Власти вынуждены экономить на элементарном. Перестал ходить общественный транспорт, на улицах и в учреждениях культуры отключают свет. Об этих и других проявлениях кризиса в Абазе Мария Добрынина. Проблемы и долги рудников республики не новость. В Абазе предприятия не работают уже больше двух месяцев. А налоги в местный бюджет не платит с начала года. Горняки получают лишь третью часть зарплаты. Однако, что ситуация станет еще хуже никто не ожидал. Рабочий день начался с довольно неприятного сюрприза. Перестали ходить автобусы. Мне когда сказали объявление висит, ну я думаю это неправда. А сегодня мне вот надо было по делам. У меня таблетки кончились, вот в аптеку ехать, пожалуйста, не автобусы, ничего, вот едешь на такси. Людям вот на работу как хочешь, так и добирайся, ну как так можно-то? У меня вот сегодня внучка из Затона в обозу за речку ехать и автобуса не было. А всем часок на работу. Как вот хочешь, так добирайся. А такси 120 рублей. Перевозчики отказались выходить на работу. За должность администрации перед местным автохозяйством более 2 миллионов рублей. Платить водителям нечем. А на прошлой неделе отключили уличное освещение. Долг города перед энергетиками несколько миллионов, а за должность Руды Хакасии перед городом 32 миллиона, что полностью бы покрыло все кредиты муниципалитета. Однако на предприятии пока решают другие вопросы. Сегодня сменился собственник Руды Хакасии. Бывший собственник Бородаев Александр Николаевич он вроде продал свой бизнес. Появился другой собственник тоже московский. Сегодня сменился управляющий компанией Руды Хакасии. Был Занездра Евгений Владимирович. Сейчас другой управляющий назначили. То есть идет смена. По словам главы города проблемы одного предприятия тянут за собой и другие организации. Закрываются небольшие магазины и ларьки. Уже больше недели не работает центральная баня. Основные клиенты там были пенсионеры, а администрация владельцу компенсировала часть затрат. Теперь у муниципалитета денег нет. Власти города экономят на все. Ведется очень низкими темпами подготовка к отопительному сезону у нас сегодня. В общем-то плохо ремонтируются школы, детские сады. Вот ну можно сказать все наши обязательства допустим администрации в управлении городом они практически сегодня все заблокированы отсутствием денег. Только одно мы стараемся пока держать выплату заработной платы в той своей части которую мы должны. Коммерсанты на рынках боятся, что им тоже скоро придется закрыть свой маленький бизнес или вовсе уехать. Как это сделали уже 20 молодых семей. Куда делся народ не знаем. Куда? Вот пожалуйста пустой рынок. Какой рынок? Это не рынок это просто пустое место не знаем что делать. Вот и все. Если день мы зарабатываем 500-600 рублей это перекрестимся и то это налог платим и все. В основном-то люди покупают покупатели. Это шахтеры и пенсионеры. Все. А если шахта не работает то значит резко упал покупательская способность. Будущее Таежного города полностью зависит от стабильности компании Руда Хакасии. Республиканские власти кровно заинтересованы в развитии предприятия и всеми силами пытаются его реанимировать. Как заявил Виктор Зимин о проблеме известно руководству страны. А проблемой ценообразования сырья занимается федеральная антимонопольная служба. Так что жителям Абазы и вершины Тёя остается верить главе региона, который пообещал, что не допустит закрытия рудников. Мария Добрынина, Станислав Колченаев, Вести Хакасия, События недели. Одной из самых обсуждаемых новостей недели стал дикий случай, произошедший на улице Пушкина в Абакане. Водитель избил пешехода, перешедшего дорогу в неположенном месте. Да так, что пострадавший впал в кому и умер. Как затем развивались события, расскажет Константин Кравцов. Камера уличного наблюдения засняла последние часы жизни 66-летнего Абаканца Василия Митсукова. Вот он перебегает дорогу среди потока машин. Очевидно, помешал водителю Черной Лады. За ней сидит 34-летний Александр Кузьмин. Не поленившись развернуться, он догоняет пенсионера и сходу наносит несколько ударов в голову и туловище. Спустя несколько часов Василий Митсуков скончается в больнице от полученных травм. Семья вмиг лишилась мужа, отца, деда. Что из-за этого меня водитель должен убить? Что я перебежала дорогу? Ну это, я говорю, это не поддается сознанию человеческому вообще. Это изверг какой-то. Ой, не знаю я даже что еще сказать. Ну ему оправдания нет. Ни в коем разе. Накануне суд арестовал Кузьмина на время следствия. К слову сказать, он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сейчас на первых допросах следователей своей вины не признает. Уверяет, что хотел помочь старику, которому стало плохо от теплового удара. Но свидетели и видеокадры эту историю сводят к нулю. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Вечное противостояние водителей против пешеходов. Никто не хочет уступать, ждать и пропускать. В этой гонке на опережение побеждает тот, кто быстрее, но всегда ли он прав? Кстати, кто нарушает чаще? Тот, кто на железном коне или на своих двоих? По статистике ГИБДД водители Хакасии с нового года получили порядка 76 тысяч штрафов. Пешеходы в 10 раз меньше. Однако, с учетом того, что автомобилисты попадаются и на скорости, и на пересечении сплошной, статистика становится неоднозначной в пользу пеших участников движения. Таких нарушений с начала года выявлено около 7 тысяч. Если сравнивать цифры с нарушениями допустим ПДД в зоне действия пешеходных переходов, то водителей не пропустивших пешеходов на пешеходных переходах выявлено вдвое меньше. В любом случае доказать свое превосходство на дороге желают все. Интернет пестрит кадрами необъявленной войны. Кто-то кулаком ударит по лицу за то, что помешали проехать, кто-то пройдет прямо по машине, которая заехала на зебру. В любом случае тот же водитель лишь выйдя из-за руля становится обычным смертным, не защищенным ни подушками, ни ремнями безопасности. Константин Кравцов, Игорь Брюханов, Вести Хакасия, События недели. В августе работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии, но в этом году она будет меньше обычного. С чем это связано и насколько справедливо вообще отменить пенсию, если человек так и не ушел на заслуженный отдых? Эти вопросы моя коллега Наталья Чудина задала заместителю управляющего пенсионным фондом Хакасии Любови Черновой. Здравствуйте, Любовь Геннадьевна. Добрый день. В следующем месяце работающим пенсионерам проиндектируют пенсии. Насколько она будет повышена? Действительно, июль месяц это для специалиста пенсионного фонда такой подготовительный период для корректировки пенсии работающим пенсионерам. То есть они работали, зарабатывали страховые взносы, поэтому мы с 1 августа проводим вот такую корректировку. В этом году, конечно, она немного отличается от предыдущих всех корректировок. Почему? Потому что с января 2015 года у нас вступил в силу новый закон 400-й о страховых пенсиях. В чем же сегодня ее различие? Сейчас должен произойти такой переходный период. Если в предыдущие корректировки мы брали страховые взносы за 9 месяцев предыдущего года и первый квартал текущего года, то есть все равно в результате получалось у нас 12 месяцев сумма страховых взносов и с 1 августа пересчитывали работающим пенсионерам. В связи с тем, что с января 2015 года как я уже сказала вступил в силу новый закон там немного по-другому происходит вот этот перерасчет или корректировка его назвать работающим пенсионером и там мы должны включить полный календарный год, то есть с января 2015 по декабрь 2015 года в 2016 году. Поэтому в августе в эту корректировку у нас войдут страховые взносы только 9 месяцев 2014 года. Ну, а так как пенсионеры у нас работающие очень грамотные, конечно же, они в этом году могут почувствовать, если была у них одинаковая заработная плата и не менялась, размер вот этой доплаты немного поменьше, без минуса, без учета страховых взносов первого квартала. Но потом, когда наступит 2016 год, первый квартал у нас войдет в календарный год для перерасчета с августа 2016 года. То есть потом они получат чуть больше? Потом они получат чуть больше, но здесь надо учитывать, что в сведение нового закона вводится ограничение работающим пенсионерам. Как вы уже знаете, наверное, слыхали, мы переходим на бальную систему оценки трудовой деятельности, и здесь есть ограничение перерасчет не более трех баллов. Поэтому мы возьмем суммарно в 2016 году страховые взносы за 2015 год, переведем их в баллы и посмотрим, сколько это получится. Если получится менее трех баллов, значит, посчитаем так, как есть по факту. Если получится более трех баллов, здесь вводятся ограничения. И, конечно, те пенсионеры, у которых высокая заработная плата, у работающих, я имею в виду, высокая заработная плата. И когда они предыдущие года получали перерасчет более, допустим, 300-400 рублей, то, конечно, в 2016 году, они будут ограничены. Что такое три балла? Вот на сегодняшний день стоимость одного балла 71 рубль 40 копеек, по-моему. Умножив на три, это 210 рублей. Не более этой суммы получит работающий пенсионер, но это будет в 2016 году. Какие еще у нас планируются изменения для работающих пенсионеров? В средствах массовой информации и вот на заседаниях Государственной Думы очень много выступает инициаторов для того, чтобы и вообще работающим пенсионерам либо не платить пенсию, либо в зависимости от их дохода, от заработной платы. Нормативных документов никаких пока не принято, поэтому мы никакой учет работает, не работает, ограничивать, не ограничивать, не ведем. сегодня, поэтому я думаю, что это еще долгие будут обсуждения и считаю, что нашим работающим пенсионерам пока не о чем волноваться. Ну а вы сами как относитесь к тому, что людей хотят поставить перед выбором, либо вы работаете, либо получаете пенсию, это вообще справедливо, на ваш взгляд? Я считаю, что это несправедливо. Ограничивать в перерасчете, дело в том, что страховая часть, она платится за счет средств страховых взносов и как сказать, то, что отражает результаты трудовой деятельности. Но у нас к пенсии выплачивается фиксированная выплата. Если вообще лишать работающих пенсионеров результатов их трудовой деятельности, я считаю, это несправедливо. Спасибо большое, что нашли время, ответили на наши вопросы. В эфире Вести Хакасия события недели и мы продолжаем. Спасатели еще раз напоминают о правилах безопасности во время отдыха у рек и озер. Отдыхающие должны быть предельно бдительны, ведь речь идет о их жизни и здоровье. Малейшая оплошность сможет обернуться большой трагедией. В прошлые выходные в районе пляжа Южный в столице Хакасии погибла девятимесячная девочка. Родители оставили ее в машине у воды, а сами вышли наружу. В это время автомобиль покатился вниз и ушел под воду. Это та самая история, в которой ничего не предвещало беды. Многодетная благополучная семья выехала на отдых покататься на гидроцикле. Вечером стали собираться домой. Отец прицепил гидроцикл к своей Ниве, а троих детей, моры. Сами родители отошли от автомобиля и как раз в это время он внезапно покатился в реку. Место достаточно опасное, дно только на первый взгляд кажется полугим. На самом деле там достаточно крутой обрыв. В советское время здесь брали гравий для строительства дамбы, поэтому когда машина спустилась, она ушла под воду на 6 метров. Все произошло за считанные секунды и если мальчики успели выпрыгнуть из машины, то у их девятимесячной сестренки шансов не было. Автомобиль оказался на дне, стоящем на крыше. Спасателям пришлось изрядно потрудиться, чтобы достать тело девочки. Нелепость случившегося только обостряет вопросы, на которые предстоит ответить следствию. Почему Нива сорвалась с ручника? Баловались дети или машина была неисправна? Все необходимые экспертизы по уголовному делу назначены. В настоящее время по делу выполняются необходимые следственные действия с целью установления всех обстоятельств случившегося. Следствием будет установлены причины и условия произошедшей трагедии, повлекшей смерть ребенка. Также следствие выяснит, в полной ли мере обеспечена безопасность отдыхающих на пляже Южный. Отвечает за него автономное учреждение Ирбис и там пока не видит оснований для претензий. В России впервые с прошлого лета зафиксирована продовольственная дефляция, то есть продукты не дорожали, а дешевели. Данные приводит Росстат по итогам анализа цен в июне. Больше всего снизила стоимость овощей и фруктов. В целом по стране на 5% по сравнению с маем. Более доступны также стали крупы, сыры и другие продукты. Цены, если и росли, то на импортные товары и незначительно. Это шоколад, кофе, рыбные консервы, а также сливочное мороженое. В Хакасии в среднем продукты стали дешевле на 0,4%. Цены избавили свинина, баранина, куры, колбасные изделия и молочная продукция, а также свежие овощи. Сказывается сезонность, так что спасибо лету. Жара и солнце лучшее время и для отдыха. Пройти по Енисею или отдохнуть в юрте на берегу озера Белё. Новые маршруты для отдыха подготовили в заповеднике Хакаский. Экологи делают особую ставку на развитие эколого-просветительского туризма. Что это значит, в интервью нашему каналу рассказал сотрудник заповедника Александр Картавцев. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Итак, сейчас лето, самые любимые сезоны туристов. Скажите, вот заповедник Хакаски, что нового в этом сезоне может предложить тем, кто приедет отдыхать в Хакасию? В первую очередь хотелось бы отметить наш новый эколого-экскурсионный комплекс «Скалки», который открылся на участке озера Белё, представляет из себя юрточный комплекс с визит-центром. Также на нашем участке Аглахты открыто три новых маршрута. Это первый конный маршрут и два водных маршрута. Один из них представляет путешествие с Речпорта на сам участок. Второй маршрут это прогулка на скоростном катере по самой акватории Красноярского водохранилища от участка Аглахты. Что интересного там могут увидеть туристы, помимо того, что это красивая природа? Если маршрут начинается с самого Речпорта, то это сам Енисей, то есть вход его, начало водохранилища. И по весне, как мне кажется, уже можно будет увидеть, когда уровень будет чуть пониже, это те надписи на скальные петроглифы, которые были затоплены, когда Красноярское водохранилище поднималось. Гора всего привлекают туристов? Или вы больше как-то сами формируете это предложение, то есть показать природу или какие-то археологические памятники? Ну, спрос имеет место быть, мы отталкиваемся от него. При любом раскладе мы сами продвигаем какие-то места, какие-то интересные новые маршруты, потому что большинство людей просто не знает, насколько красива природа в Акасии, какие есть места, и если им это не показывать, не рассказывать, они, возможно, и никогда не узнают об этом. Это классический пример, это участок Аблахты, который на настоящий момент пользуется, ну, просто огромной популярностью. Там находится интерактивный визит-центр, в котором буквально за полчаса, за 40 минут вы узнаете всю историю древней Акасии, даже если вы ее не знали. Также потом, поднявшись по самой лестнице наверх туда, к надписям, вы увидите его очередь, то есть так сказать, остатки истории, которые сохранились и остались до наших времен. В целом, по вашим данным, растет ли у нас число туристов? Да, растет, идет прогресс, причем с этого года очень сильно большой. И люди интересуются, людям интересно, а возрастной контингент вообще очень сильно разный, от детей до людей старшего поколения, то есть бабушки в прямом смысле слова на автобусах приезжают к нам. Как вы думаете, с чем это связано? Мы со своей стороны стараемся, растем, делаем все для этого, открываем новые маршруты, делаем их интересными. Популяция сама собой, люди рассказывают друг другу, где были, что видели, а видели они довольно-таки интересные вещи, которые буквально находятся в 50 километрах от центра города Абакана. Туда можно на любом транспорте добраться. Туристы – это не всегда что-то положительное, с ними тоже могут приходить и разные негативные явления. Как вы с этим боретесь, как стараетесь все-таки сохранить саму природу и саму территорию от мусора, от каких-то там проявлений вандализма? Во-первых, хотелось бы отметить, что территорию заповедника разрешается посещение только организованным группам в сопровождении экскурсовода, а также им объясняются правила поведения на территории. Люди там находятся и передвигаются по специально выделенным тропам, которые для этого и разработаны. Классический пример – это наш комплекс скалки. Повторюсь еще раз на берег, который открылся. Там сделан специальный настил таким образом, что нога человека не касается земли, то есть где бы он ни был, в каких точках инфраструктуры. И также инспектора следят за порядком. Как правило, люди, которые посещают такие территории, все-таки они понимают, где они находятся, что они видят и как себя там вести. Я благодарю вас, Александр, что вы нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Всего доброго. А ты готов к труду и обороне? Хотя обязательно сдача нормативов вводится в следующем году, власти Таштыбского района решили проверить себя уже сейчас. Пример подал сам глава района, который, в отличие от многих своих подчиненных, показал хорошую спортивную форму. Подробности смотрите далее. Никогда еще стадион «Урожай» не видел такого количества чиновников на своем поле. Начальники отделов и специалисты районной администрации отложили кабинетную работу и дружно занялись физической культурой. Оказалось, что бежать три круга или подтягиваться на турнике не легче, чем разбираться с жалобами жителей на работу сабеса или коммунальщиков. Анчулимик, не позорим! Так, все, давай, Олеся, молодец! Осталось два круга. О, два круга! Да я так тебе говорю! Нет? Ноги развел. Нет? С руки на руку пошел. К всеобщей сдаче ГТО своих подчиненных обязал глава Василий Шулбаев. 2015-й в Таштыбском районе год физической культуры и массового спорта. И раз власти добиваются, чтобы как минимум треть местного населения активно занимала спортом, начинать надо с себя. Кстати, сам Василий Шулбаев, в прошлом занимавшийся самбо, не ударил лицом в грязь и показал, что в 50 с лишним он даст фору многим молодым. Где-то сколько? 52. Главное, как я делаю. Нормы ГТО для каждого возраста свои и делятся на обязательные и необязательные тесты. Среди них бег на 100 метров и 3 километра, подтягивания на перекладине, метание снаряда, жим гири и другие упражнения. Помимо чиновников, до конца лета проверить свою физическую форму будут обязаны сотрудники всех учреждений и предприятий, как государственных, так и частных. Каждый регион, каждая страна заинтересована, чтобы как можно больше здоровых, креативных, амбициозных, не только физически, а духовно здоровых людей в данном случае проживало на данной территории. Безусловно, вот как раз конкуренция территории как раз в людях. Большинство работников администрации прошли лишь одну дисциплину, а все нормативы оказались по плечу меньше половины. И это хороший повод всерьез заняться спортом. В следующем году сдача ГТО обязательно для всех работников. И за успешно пройденные тесты будут полагаться дополнительные дни к отпуску. Марина Конодакова, Алексей Токпешев, Вести Хакасия, События недели. На этом наш выпуск завершен. Напоминаю, что материалы программы также можно увидеть на нашем сайте вестихакасия.рф Я желаю вам приятного окончания выходных и позитивного настроя на новую рабочую неделю. Всего доброго! И до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова